Алалко Менаэус Алалко Менаэус имел около 6 см в длину, хотя известные экземпляры и поменьше. Его голова была покрыта щитом, а его 11 сегментов тела были покрыты экзоскелетом. Его тело заканчивается подобным веслу тельсоном или хвостом, который, вероятно, помогал в передвижении организму. Голова же заканчивалась длинными плоскими усиками, служившими органами осязания. Организм, вероятно, плавал, двигая своими плоскими конечностями и хвостом, давая телу толчок, подобное аномалокарису. Его конечности, кажется, не были приспособлены для ходьбы, но помогали организму передвигаться по морскому дну. Считается, что у конечностей Алалко Менаэуса был ряд других функций, например, ими он мог цепляться за листья водорослей или захватывал добычу, но по предположениям ученых, организм был падальщиком. Однако его большие глаза и длинные жгутики на больших придатках в сочетании с большим ртовым отверстием и шипами на внешней стороне конечностей более подходят для ведения хищнического образа жизни. И самые последние исследования показывают, что Алалко Менаэус охотился на животных у или на морском дне кембрийских вод. Алалко Менаэус изначально был интерпретирован как примитивное креветкообразное. Но позже был помещен к Апбениидам. Главным образом из-за большого хвостового придатка. Окаменелости Алалко Менаэуса очень редко находят в карьере Уолкот сланца Бёрджес. Там было описано около полдюжины образцов. Когда были описаны другие представители сланцев Бёрджес, стало очевидно, что существо было доминирующим членом своей фауны. Он также был обнаружен в Чэнцзяне и Вьюте, дав организму длинный стратеграфический диапазон. Было найдено 596 незрелых животных. А также еще 618 образцов Алалко Менаэуса известны из большой местности Филопод, где они составляют 1,2% от всего животного сообщества. Субтитры создавал DimaTorzok